В августе Ассоциация Инвосодействия при поддержке Священной Метрополии Абхазии осуществила проект «Точка опоры», направленный на реабилитацию и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта приобретены 70 кресел-колясок, 60 противопролежневых систем, 140 костылей, трости, ходунки, ролаторы, различных модификаций. Я думаю, что с годами, чем больше люди будут проникаться этой простой мыслью, что каждый имеет право и шанс на нормальную жизнь, тем меньше у нас в этом смысле будут проблем. И вот этот проект, который поддержан Священной Метрополией, за что им большое спасибо, он как раз и позволяет дать такой старт, что ли, точку опоры для человека. Потому что если человек пользуется коляской, например, или какими-то другими вспомогательными средствами реабилитации, без этих средств он не в состоянии будет сделать ничего. Кстати сказать, благотворительный проект «Точка опоры» далеко не единственный. На средства Новоафонского монастыря, который управляется Священной Метрополией Абхазии, в Сухуме уже два года содержат столовую для одиноких нуждающихся людей. Сейчас это обходится в 80 тысяч рублей в месяц. С утра здесь выстраивается очередь за бесплатным питанием. Причем вначале за питанием приходили всего 17 человек. Это число возрастало с каждым днем. И на сегодняшний день у нас на нашем балансе 67 человек. В основном все одинокие, старики, пожилые. Есть помоложе нос, но они больные, психически больные, эти маленькие люди, которые тоже нуждаются в нашей помощи. Тем временем в общественной приемной ассоциации инвосодействия идут последние приготовления к выдаче реабилитационных средств. Здесь хранится большой банк данных, состоящий из письменных заявок тех, кому эти средства сегодня очень нужны. По этим заявкам, по записи, мы начинаем дозваниваться до них. А потом еще, ну вот так, люди узнают под другим этим каналом. Но обычно вот заявки, в первую очередь. Все это оборудование выдается бесплатно. Оно было закуплено за пределами Абхазии у надежных фирм-изготовителей. Для всех желающих проводятся тренинги по пониманию инвалидности, адаптивной реабилитации. Здесь же ведется запись на занятия в тренажерный зал при АИС. Основным фокусом нашей деятельности являются люди с проблемами передвижения, с повреждением опорно-двигательной системы. И приобрести коляску, к сожалению, для большинства из них очень затруднительно, да, если невозможно. То есть это и финансовая сторона вопроса, и то, что они вообще здесь не продаются, коляски, да. То есть ее надо приобретать за пределами Абхазии, привозить. Стоит вопрос транспортировки. И таких людей очень много, на самом деле. То есть это разные категории людей, это не только ветераны войны, да, это и дети с ДЦП, это и пожилые люди, да, которым проблематично передвигаться, люди, перенесшие какие-то травмы, да, люди, которые перенесли инсульт, да. То есть такие тоже есть категории. То есть они все нуждаются, кто-то временно, кто-то постоянно в коляске. И в других средствах реабилитации, матрасах противопрожных, ходунках, костылях, тростях. Мы редко встречаем людей с ограниченными возможностями на улице. Мы, естественно, не сталкиваемся с теми, кто вообще давно не выходит из дома. Многие не подозревают о масштабах этой проблемы в нашей стране. Между тем, в рамках проекта «Точка опоры» уже охвачено более 350 человек первой и второй группы инвалидности. Среди них не только люди с инвалидностью, но и просто временно нуждающиеся. Коляски отданы в некоторые и государственные учреждения, военные, госпиталь в Агудзере, а также в Дум престарелых надежды. Кроме того, в общественной приемной ассоциации инвасодействия ведут учет всех, кому передаются технические средства в рамках проекта «Точка опоры». Таня Каджая приехала за коляской с отцом. Люди приезжают и берут коляски для родственников, которые по разным причинам не могут это сделать сами. Часто это те, кто уже давно не покидают своих квартир. Так Раиса Торчуа с мужем берет коляску для зятя, который уже много лет болен болезнью Паркинсона. Тимур Чанба сам пришел в ассоциацию и заменил старую коляску на новую. Здесь же рядом в гостинице «Интерсукум» он снимает офис. Тимур – директор агентства недвижимости. И это место единственное в городе, куда он может приходить на работу без посторонней помощи. Пандус не слишком удобный, но важно, что он есть. В фойе уже полегче. Специально для него постелили на пол вот эту деревянную дорожку. Еще немного усилий, и мы в офисе агентства «Эстейт Плюс». И мне пришлось снять в гостинице, так как гостиница находится через дорогу, мне и близко, и доступно. Для меня тут есть пандусы предусмотренные для людей с ограниченных возможностей. И я добираюсь до работы без проблем. Мне легко добираться, но на моей лестничной площадке есть маленькая преграда. Это шесть ступенек. Эту проблему мы еще не решили, но в будущем решим. Проблема доступности общественных мест для людей с ограниченными возможностями сегодня стоит очень остро. Людям просто сложно выйти из дома, но также сложно и попасть куда-то. О чем говорить, если даже здание филармонии, где всего три ступеньки, для многих почти непреодолимое препятствие. Вообще позор, что мы строим этот объект, строим на миллионы и миллионы, а потом оказывается, что там элементарного пандуса нет. А там всего три каких-то ступеньки. И это элементарно делается. Это не потому, что там лично я не могу попасть. Ну, это вопрос того, что в принципе люди, которые, наши граждане, да, которые обладают такими же правами и такие же обязанности несут перед обществом, они вычеркнуты изначально. Проект «Точка опоры» – лишь первоначальный этап на пути социализации людей с ограниченными возможностями. Технические средства реабилитации призваны облегчить им передвижение и помочь делать многие необходимые процедуры самостоятельно. Все другие проблемы, связанные с доступностью города в целом, трудоустройством, реабилитацией, по-прежнему остаются. Мы навестили Таню Каджая дома через несколько дней после возвращения из ассоциации инвасодействия с новой коляской. Этот дом расположен на горе. И двор, и дом для коляски совсем не приспособлены. Так что Тане удобно передвигаться ползком. Она активный интернет-пользователь. В виртуальном пространстве у нее много друзей. Интересно, а что тебе интернет дает? Мне? Ну, чтобы хочется мир видеть. Так, ну, как бы вы. Хоть друзья появились. Так-то у меня одна все, единственная подруга здесь рядом живет. У Тани большая семья, и все ей помогают. Правда, чаще одного раза в месяц из дома выбираться не удается. Отец Сергей Каджая работает в охране мурпорта. Мать домохозяйка. Все живы, здоровы, мирное небо от головы. Самое главное – все живы, здоровы. Все свое пособие по инвалидности – это полторы тысячи рублей – Таня тратит на интернет. Там она общается почти круглосуточно. А поп-певец Андрей Григорьев-Аполлонов регулярно ей отвечает. Отец даже возил Таню на его концерт в Сочи. А я такая говорю, Андрей, давно мне это не писал. Скажи хоть привет. Вот у вас в почту. Привет, Анюша. Этой девушке удается помогать другим. Парадоксально, но помогает она им своим состоянием и своим оптимизмом. Ну как, ну они же пишут, ааа, у меня жизнь кончена, все, я это, не хочу жить. А я говорю, ну ты даешь, я говорю, посмотри на мою жизнь. И, короче, себя начинаю, ему говорить, вот ты бы посидел бы месяца, два года. Когда ты попал на программе, он такой, да, у меня, оказывается, не такие большие проблемы. А тебе не обидно, что они как-то вот, да, сравнивают тебя с собой? Нет, я уже нет. Раньше я убежала, сейчас уже нет. Сейчас наоборот даже. Мне не обидно. И даже когда я на улице гуляла, вот опасно показывали, да, я же прямо уж плакала. И хотела даже на улицу выходить. А сейчас, ну и пусть смотрят. Когда вот так смотрят, я такая, о, сразу в глаз смотрят. Сразу, да. А откуда у тебя пришло вот это ощущение? А потому что уже выхода нет, уже некуда деваться. В развитых странах люди с разного рода инвалидностью часто бывают востребованы и делают даже больше, чем люди без инвалидности. Таня, к примеру, могла бы работать в интернет-сфере или сфере, связанной с телефоном общением. Но проблему трудоустройства, так же, как и доступности, нужно решать в комплексе. И это требует усилий государства. Они мне, кстати, не разрешатся в расстоятельной жизни, как и маленькой, как и жизнь. Мы не хотели бы, чтобы, мы не хотели бы, чтобы многих людей, да, фактически, которые могут быть полезны для своей страны, могут работать, приносить реальную пользу, чтобы их вычеркивали, чтобы их талант, знания, умения были забыты, задвинуты куда-то на дальнюю полку и не приносили никакой пользы ни этим людям, которые чувствуют свою никчемность совершенно, да, вычеркнутость, и государству нашему. Субтитры создавал DimaTorzok